Я Родион Чичик, дизайнер. Моя номер, я Мирон Кристина, я артист. Я Калжак Максим, архитектор. Меня зовут Ира Дубинский, я лошадный дизайнер. Я Петр Аллей, я художник-дизайнер. Молдова в будущем, с точки зрения дизайна, она выглядит очень удобно. Все уличные знаки, все номера домов, графики автобусов, троллейбусов и так далее. Карты города, они должны выглядеть лаконично, минималистично, красиво, без лишних деталей. И все должно быть в одном стиле. В идеальном будущем Молдова для меня выглядит очень зеленой. Практически такой же, как и сейчас. С единственным изменением, наверное, без неудобных тротуаров. При прогулке, чтобы все было вровень и чуть больше травки. В идеале, чтобы люди могли развиваться и ходить босиком по тротуару. Я ее представляю с такими некими мудрецами. У них серые длинные волосы. Они одеты в таких мансерах, знаешь. Руки лежат за спину и говорят, и ходят, и как-то вот. Например, при натуре кто-то шко бижутерий мой тешит. Что-то на нас похоже, но мы вот там. Дрэ, дурэ, ашаха. Да, кариное системы, журо лор. Ши саскутам джан прэйдиш для лор ши эксприенцию ши с ним вец пеной. Дарь, я имею в вид, что цу омени гой, фэрэхайни, абсоввут, нинтоарчим инсалбэтичий, платим инпик ларэдачень. Город будущего это город для людей. Существующие системы крадостроительные. Они исключают человека, то есть пытаются, там, новый урбанизм пытается говорить о том, что человек важен. Но забывают об основном критерии. Это человек функционирует в пространстве с связанными элементами. То есть это транспорт, это экология, это взаимодействие с окружающим миром и друг с другом. Больше всего в Молдове я люблю, наверное, ее прошлое. Потому что в прошлом над дизайном работали художники. И это мне нравится больше всего. К сожалению, в современном мире не все дизайнеры художники. И не все, не весь дизайн, который мы видим вокруг, создан художниками. Или хотя бы людьми, у которых есть художественное или культурное представление о каком-то, ну не знаю, о какой-то эстетике. Мне нравится аркор, мне нравится, что люди начнут, возникает потребность в городском пространстве, в арт-пространстве. Сейчас, на данный, мне кажется, период времени, очень важно осознать, что есть такая потребность. И вот эта потребность и самое важное. То есть важно то, что люди начинают понимать, что необходимо озеленение, необходимо не только коммерческие объекты, но и социальные объекты. Я люблю, обожаю наши парки. Они очень естественные, они очень настоящие. В них не чувствуется рука человека, столь вот видимая. То есть ты гуляешь по парку, и ты чувствуешь себя в настоящем лесу, можно так даже сказать. Мне нравится, что несмотря на весь пиздец, который происходит, ты знакомишься и встречаешь очень интересных людей, с которыми они как будто берутся, неоткуда-то появляются. Ты такой неоткуда, ты бам! Я абсолютно согласен. Я абсолютно согласен. Люди, тинереты, сейчас. Парадоксально, из строительства общества, происходят наши тиницы очень talented, и я очень рад. Они очень интересны, они себя чувствуют, они себя чувствуют свободно. И, в общем, они себя артистами, и, в общем, это очень важно для того, чтобы начать с изменениями для людей. В Молдове больше всего меня раздражает визуальное загрязнение. Это такое понятие, когда, я уже говорил, когда ты видишь вокруг, вместо того, чтобы видеть какой-то четкий ансамбль, ну, интересный и красивый, ты видишь просто визуально, ну, визуально все загрязнено огромным количеством билбордов, которые сделаны в разном стиле, огромным количеством разных вывесок, разные по дизайну дорожные знаки, уличные указатели, даже какие-то предметы урбанистики. Меня раздражает комплекс, комплексы людей, которые не могут от этого отойти, то есть травмированные там постсоветским, советским, прорумынским, прорусским, неважно чем-либо. Это все отражается на архитектуре. Нет свободного или самодостаточного слова в архитектуре. Я не люблю мусор. Очень меня раздражает мусор, меня раздражает поток машин, который увеличивается с каждым годом в Молдавии, из-за которого очень удобно не гулять, не находиться в общественном пространстве. Менталитет этих людей. Что такое? Менталитетия, по мне лично, менталитетия людей, которые уже прошли первой генерации, у нас, у нас, у нас, у нас, у нас, у нас флексибель. Остай грео. Остай грео. Нам нужно оценивать, правильно учиться оценивать какие-то вещи вокруг себя, правильно оценивать визуальную составляющую, которую мы видим. не проводить ее через мнение, нравится или не нравится, а проводить ее через какое-то понимание, как это должно выглядеть вообще, попытаться понять, почему художник в виде так или и так. К сожалению, у нас просто в Молдове стараются это все делать как можно ярче, для того, чтобы привлечь внимание и так далее. Мне кажется, не бояться. И все свои комплексы, попытаться преодолеть свои комплексы и выйти за пределы ссылания на кого-либо, на что-либо. Просто остановиться, вот, из чистого листа начать формировать, в моем случае, эту среду, которая, в общем-то, и должна формировать человека. Но, опять же, без свободного мышления мы не сможем дальше никуда идти. То есть, центр должен стоять не в... даже не в Вене, не в каких-то производственных элементах, а, в первую очередь, в свободе выборов. Нужна инфраструктура, нужна система канализационной, ливневочных систем, чтобы было очень хорошо продумано и сделано. Это, во-первых. Во-вторых, каждый из нас может не бросать мусор, может его перерабатывать, обрабатывать каким-то путем. То есть, не сжигать его, построить, наконец-то, фабрики по перепработке мусора, и тогда у нас станет все намного чище, краше, зеленее, приятнее и очень комфортно для жизни и для детей. Сохранить культуру и передавать ее как наследие, потому что культура является главным аспектом всего этого мира. Да, традиции, очень важные. Хаиньи, традиционные, не забываем. Мне очень нравится сейчас, потому что, 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 это терапевтие, что, это очень важно, тебе это интересует. Очень важно, потому что это что, и мы не должны уйти в любом доме, в любом случае, где мы происходим. Это очень важно, знать где мы будем.